GTA San Andreas стала одной из легендарных игр, которые помнят и уважают до сих пор. В своё время она была вершиной игропрома. В ней было много того, за что любит GTA и по сей день. Большая карта, открытый мир и много возможностей и активностей, которыми этот мир наполнен. Но была ещё одна деталь, которую большинство из нас упустили. Речь о радио, который звучит в каждой машине, ездящей по улицам Лос-Сантоса, Сан-Фьерро и Лас-Вентураса. Уверен, что вы, так же как и я, проходили GTA San Andreas, будучи ещё школьниками. А это значит, что вы вряд ли понимали, о чём говорят диджей на разных радиостанциях, и скорее всего не знали контекста и специфики американской культуры 90-х. А ведь во многом именно радио и музыкальное сопровождение делают GTA San Andreas такой, какой мы её любим. Поэтому давайте поговорим о том, как родилась идея сделать радио в игре таким проработанным и реалистичным, и узнаем, что же слушают жители штата San Andreas. История музыки в играх из серии GTA с самого начала была необычной. Первую часть игры разрабатывала студия DMA Design, которая потом стала частью Rockstar. Так вот, идея сделать радио в игре таким, каким мы его знаем, родилась ещё тогда. Инсайдами поделился член звуковой команды DMA Design Колин Андерсон. Он рассказал, что изначально работа над своим треком должна была быть такой. Композитор Крейг Коннор напишет много разных треков в нескольких стилях, а затем будет выбран один стиль, который добавят в игру. По плану должна была остаться где-то треть написанной музыки, но Андерсон подумал, что это слишком глупо выкидывать две трети работы композитору. Тогда он придумал гениальную идею, изменившую подход к музыке во всей серии GTA. Колин решил не отказываться от части написанной музыки, а добавить абсолютно все треки в игру, а разные стили просто распределить по разным радиостанциям. Техническое решение этой задачи тоже придумали довольно быстро. Привязать радио к машинам было отличной мыслью. Правда, остальной команде разработчиков идея с радиостанцией мне не особо зашла. Большинство отнеслось к ней безразлично. Ну, хочется звуковикам поэкспериментировать, пускай развлекаются. Главное, чтобы от работы не отвлекали. Такое безразличие в итоге только помогло Андерсону и всей звуковой команде. Их никто не трогал и вообще обращал на их работу минимум внимания. У студии так хватало забот. Благодаря такой свободе были в итоге придуманы перебивки между треками, диджеей, рекламной вставкой и радиопередачей. Правда, в первую GTA всё это не попало, но наработки использовали в следующих частях. В итоге Андерсон и его команда сделали для GTA 7 полноценных радиостанций, на которых играли оригинальные треки. Вся музыка была написана специально для игры, и эта концепция, по идее, должна была использоваться и дальше. После выхода первой части GTA большинство геймеров отметили задумку Андерсон. Куча положительных отзывов и респектов за хорошую музыку сделали её постоянной фишкой серии. Только вот с оригинальным саундом не сложилось. Руководство студии решило, что лицензированные известные треки, во-первых, будут лучше самописных, а во-вторых, поднимут престиж игр. Уже во второй части стали появляться неоригинальные треки. Всё, что было между первой GTA и San Andreas, мы пропустим, потому что там был постепенный процесс эволюции и внедрения идей, заложенных ещё Андерсоном. И именно GTA San Andreas стала вершиной развития. Она была прорывом и для серии GTA, и для всей игровой индустрии. Это было видно как по сюжету, проработке мира, графике и геймплею, так и по огромному множеству мелких деталей и фишек, которые внесли свой вклад в атмосферу игры. Одной из таких фишек как раз и является радио в GTA San Andreas. Оно предлагает игроку не только крутую музыку и реалистичные передачи. Радиостанции здесь максимально точно повторяют реальные прототипы. В момент выхода игры радио в GTA San Andreas было совокупностью всех лучших идей и находок из прошлых игр серии, которые она максимально расширила и улучшила. Но начнём давайте всё же с музыки. Всего в игре есть 11 радиостанций, каждая со своим музыкальным направлением, своим ведущим и особенностями. Но для начала немного контекста, если вдруг вы забыли или не знали, где и когда происходит действие GTA San Andreas. Лос-Сантос расположен на западном побережье США, а все события происходят в 1992 году. Пойдём по порядку, в котором выстроены радиостанции в игре. Первая на очереди Playback FM. Её диджей ведущий Force Right MC, самый болтливый из всех диджеев в игре. В эфире он рассказывает про восточное побережье, пришельцев и старую школу хип-хопа. Радиостанция вещает из Лос-Сантоса, но местные рэперы недолюбливают её, так как в её репертуаре хип-хоп восточного побережья, а не западного. Force Right MC одинаково активен днём и ночью. Плейлист у этой радиостанции, как вы уже поняли, состоит из таких жанров, как хип-хоп восточного побережья, олдскул и хардкор хип-хоп. Следующая радиостанция называется K-Rose, а ведёт эфир Mary Beth Mabel. Тут транслируют кантри и только кантри. Девушка-ведущий кайфует от этой музыки и помогает кайфануть от неё всем слушателям. В основном она активничает днём, ночью её услышать сложнее. Правда вот она не кайфует от своей жизни. Между треками она рассказывает о том, что её постоянно бросали и бросают парни. Началось это ещё в школе. Она пять раз была замужем, все браки развалились. И на момент игры Mary Beth замужем в шестой раз. Правда, если внимательно слушать эфир, то мы узнаем, что и этот муж от неё ушёл. Такие вот дела. А следующая радиостанция вещает нам Rock. Называется она KDST, а у её ведущего есть крутой псевдоним. Ну, по крайней мере, он считает его крутым. Ставит музыку и разбавляет эфир болтовнёй Томми «The Nightmare» Смит. На волнах KDST мы можем услышать треки Дэвида Боуи, группы Kiss, Джо Кокера и многих других рок-исполнителей. А ещё мы можем послушать прохладные истории ведущего о том, что в 70-х он был вокалистом группы «The Crystals», которая, судя по его словам, распалась в 77-м году. Смит обожает ночь, и за любви к ней он даже взял свой псевдоним «The Nightmare», что в переводе на русский означает «ночной кошмар». Bounce FM — следующая радиостанция. Она транслирует фанк и соул. Её диджей-ведущий называет себя «The Functipus», что лишний раз подчёркивает направление музыки, которая тут играет. С этой радиостанцией связана одна местная рафляночка. У Bounce FM есть второе название — «The Party Ship». Если вы внимательно слушали про первую радиостанцию из списка, то помните, что её ведущий — большой любитель НЛО и всего, что с ними связано. Так вот, он периодически звонит на Bounce FM, думая, что это летающая тарелка, на которую можно попасть. Ну, party ship. Поняли, да? SFUR — это радио для любителей хаоса. Название расшифровывается как «San Fierro Underground Radio». Диджей Ханс Аберландер — очень энергичный чел, который любит ночь. Больше тут сказать особо нечего. А вот Radio Los Santos — это та станция, которая лучше всего отражает дух всей игры. Хип-хоп западного побережья и гангста-рэп — вот что транслирует на этой частоте. Кстати, эфир этой радиостанции ведёт Джулио Джи, реальный диджей, который работал на радио K-Day. Многие считают, что эта радиостанция стала прототипом для Radio Los Santos. Следующая радиостанция — это ещё один уголок рока. На волнах Radio X играет альтернатива, хэви-метал, гранж и хард-рок. Тут можно услышать, например, знаменитый трек Depeche Mode «Personal Jesus», Оззи Осборн и много другой годной рок-музыки. Ведёт эфир женщина, которая называет себя Sage. Неизвестно, настоящее это имя или просто псевдоним, хотя сама ведущая часто говорит, что её действительно так зовут. Женщина — это специфичное. Она мечтает о смерти и постоянно о ней говорит. Она даже рассказывает в эфире, что уже распланировала собственные похороны. А на очереди CSR 103.9 — радиостанция, где звучит New Jack Swing и R&B. Диджей Филипп П.М. Майклс, ведущий эфир, имеет огромное ЧСВ и считает, что он суперзвезда, хотя его особо никто не знает. Зато с этим связана прикольная отсылочка. Диджея озвучил Майкл Бивенс, участник группы Bell B. Devo, треки которой как раз можно услышать в эфире этой радиостанции. Так вот, после песни Poison этой самой группы, диджей иногда говорит, что его приглашали в эту группу, но он отказался. Кейджа Вест — уникальная радиостанция. Во-первых, это единственная радиостанция с двумя диджеями. Во-вторых, только на ней можно услышать даб, регги и дэнс-холл. Ну и к тому же это одна из двух радиостанций, которые не принимают звонки от слушателей. Диджеи Маршал Питерс и Джонни Лоутон с одной стороны дополняют друг друга, с другой имеют немного разные музыкальные вкусы. Питерс больше любит регги, а Лоутон — даб. Это балансируется тем, что Питерс более активен днём, а его напарница — ночью, так что получается некоторое разделение по времени суток. И последняя музыкальная радиостанция — Master Sounds 98.3. Тут царит фанг, сол и рейр-грув. Больше всего эта радиостанция выделяется своим ведущим. Его зовут Джонни — любовный гигант Паркинсон, и, как вы понимаете, он слегка помешан на теме секса и своих сексуальных успехов. Сам Джонни часто называет себя самым маленьким секс-гигантом в мире. Последняя радиостанция в игре уникальна по максимуму. Она полностью разговорная, то есть тут нет музыки, зато есть различные радиопередачи. Всего их 8 штук. WCTR News — классические новости на радио. Здесь рассказывают о последних новостях, касающихся жизни штата Сан-Андрес, а также зачастую об инцидентах, происходящих по сюжету, таких как убийство офицера Пендлбери или беспорядки в Лос-Сантосе. The Tide and Zone — спортивная передача. Её ведёт Дерек Текери. По идее, тут должны быть новости из мира спорта и всё такое. Но по факту Текери больше любят всякие спортивные слухи и сплетни, которые активно распространяют в эфире. The Wild Traveler, как вы понимаете, передача для путешественников. Ведущий — Джеймс Педистон. Педистон. Чувствуете какой-то подвох в этой фамилии? Ну и правильно чувствуете. Он — растлитель малолетних детей, разыскиваемых в Малайзии. В настоящее время находится под надзором ФБР. Педистон... Хотя нет, давайте лучше по имени. Джеймс любит путешествовать по миру и записывать самые экзотические встречи, произошедшие во время таких путешествий. А потом некоторые из этих записей он случайно читает в прямом эфире, вызывая отвращение у слушателей. В конце концов, всем, кто его слушает, надоедает маразм ведущего, и они перестают звонить ему на передачу. Entertainment America — развлекательная передача. Ведущий — Билли Декстер. К нему часто приходят гости. Один из гостей, Джек Ховитзер, случайно стреляет Декстеру в голову из своего пистолета. И после довольно длительного перерыва в кресло ведущего садится Лазло. В остальном, ничего интересного в этой передаче нет. Gardening with Morris — рай для садоводов-огородников. Передачу ведет Моррис. Моррис — очень озабоченная личность, причем он озабочен не только своим садом, но и своим собственным телом. Например, он любит фотографировать себя. Также дает звонящим нетрадиционные советы и делает необычные предложения по растениям. Короче, что-то типа доктора Попова с его силой земли. I Say, You Say — политическое дискуссионное шоу, организованное мужем и женой Пейтон и Мэри Филлипсами. Пейтон и Мэри — карикатура на две идеологии. У Пейтона коммунистические наклонности, в то время как Мэри играет жадных капиталистов. Например, когда им звонит слушатель, недавно похоронивший на заднем дворе трупом многочисленных незаконных иммигрантов, Мэри дает практические советы для того, как использовать тела, чтобы уклониться от уплаты налогов. А Пейтон напоминает о переработке и донорстве органов. Короче, странная парочка. И передача у них странная. В ранних выпусках их передачи можно услышать голос отчаянного Лазла, который ищет работу на радио и говорит о том, что он когда-то уже вёл радиопередачу. Это не просто вставка, это отсылка на радио V-Rock в GTA Vice City. Как мы уже знаем, Лазла всё-таки нашёл работу на радио. Lonely Hearts — консультации по отношениям. Ведущий Кристи Макентайр. Пожалуй, одна из самых нейтральных передач ведущих. Особо ничем не выделяется. Что-то там болтает на фоне, ну и норм. Под покатушки на машине пойдёт. Area 53 — последняя передача, которая является пародией на Cost to Cost AM. Шоу посвящено теории заговора и НЛО. Отдельно стоит упомянуть рекламу на радио, которая тоже сделана максимально правдоподобной, но при этом с ровными отсылками. Всего рекламных роликов больше 50 штук, так что про все рассказывать не будем. Вспомним только самые странные и необычные. Например, периодически нам предлагают поддержать поправку 421 в Конституцию США, которая разрешит людям отстреливать курильщиков. Ну то есть буквально валить всех, кто закурил сигарету на улице. Это подаётся как способ самообороны, ведь пассивное курение вредит здоровью. А вот два примера рекламы с отсылками. The Cavern of Sorrow — это ролевая игра в фэнтезийном сеттинге, которая является явной отсылкой к ДНД. А Clock and Bell — это местная сеть ресторанов быстрого питания, в которой все блюда готовятся из курицы. Явная отсылка к KFC. Если вы играли в GTA V, то наверняка помните секту The Epsilon Program, которая сама по себе является пародией на церковь саентологии. Так вот, эта секта рекламируется на радио в GTA San Andreas. А ещё, пока мы ездим по Лос-Сантосу, нам могут предложить посетить Glory Hole Tem Park. Если вы испорчены интернетом так же, как и я, то понимаете, о каких Glory Hole идёт речь. Но это ещё не всё. В рекламе нам объясняют, что парк старается удовлетворить потребности людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но при этом его позиционируют как парк для всей семьи. Есть тут и отсылки к кинематографу. Нам могут предложить посмотреть Special Needs Cop — кинофильм про полицейского, работающего под прикрытием в школе для детей со специальными потребностями. Это пародия на фильм «Детсадовский полицейский». Не забыли разработчики и про отсылки к другим своим играм. Карсер Сити — это город, в который предлагают отправиться тем, кто устал от солнечного света и хорошей погоды. Типа необычный курорт. При этом в Карсер Сити происходило действие другой игры от Rockstar Games — Manhunt. Но Карсер Сити далеко не единственное место, где можно отдохнуть в необычных условиях. Хер Грубер Спа — международный бизнес-курорт, принадлежавший Хер Грубер. Скорее всего, Хер Грубер — германский нацист, возможно, управляющий немецкого концлагеря, сбежавший в США, так как во время рекламы диктор говорит о его «бывшем рабочем опыте» в Германии и о том, что ради хорошей комплекции можно пожертвовать своим достоинством. Ну а на фоне слышны удары плетью и крики. Радио в GTA является неотъемлемой частью атмосферы каждой из игр серии. В каждой из них радио по-своему уникально и интересно. Например, в GTA IV есть отдельная русскоязычная станция Владивосток-ФМ, подчеркивающая и дополняющая весь колорит истории этой части. На самом деле, про каждую из игр можно рассказать отдельно. GTA полна интересных деталей, фишек и историй. Если хотите, чтобы мы рассказали про другие части GTA, напишите об этом в комментариях. А специально для тех, кто хочет вспомнить атмосферу GTA San Andreas, мы подготовили плейлисты с каждой радиостанцией из игры. Они будут ждать вас в нашей группе ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании. Спасибо за просмотр! Не забудьте поделиться этим видео с друзьями, если оно вам понравилось, поставить лайк и подписаться на канал. А еще вы можете поддержать нас копейкой на Бусти, ссылка будет в описании под видео. Также заглядывайте в нашу группу ВКонтакте, ссылка на которую тоже есть в описании под видео. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока!